Судейской коллегией сидит группа болельщиц, которые громко скандируют, что питерских заслуживают. Ну, не знаю, на первых четырёх позиций сейчас московские девчонки, дальше идут питерские, и только Елена Житкова из московских оказалась где-то вдалеке на восьмом месте. Может быть и заслуживают болельщицам. Беднее. Ладно, это шутка. Суд – дело такое серьёзное. И сейчас у нас на льду Елена Наумова со своими восточными мотивами и заходит на аксель. Легко начинает свою программу. – Вот оно, вот оно. О, оно. Внутрь,ciliation. КОНЕЦ 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 С недавних пор короткие программы У женщин Умеют продолжительность 2 минуты 50 секунд Можно меньше, но ни в коем случае нельзя больше Раньше, как вы помните, продолжительность катания была 2,5 минуты плюс-минус 10 секунд Правила меняются, всё меняется на этом свете Елена Наумова В своей короткой программе Только один прыжок исполнил чистый Это был аксель 2,5 оборота Затем были вот такие несчастья Сейчас вот после этого выступления посмотрим Заслуживают Питер или не заслуживают Да нет, всё здесь очень чётко Раскладывается и очень логично По результатам Да, может быть и трудно было себе представить Татьяну Басову в хвосте десятки Когда думалось о ней в начале этого сезона Всё-таки Два года назад она была бронзовым призёром чемпионата России в Казани А год назад заняла пятое место Но Сначала сезона Время, которое прошло Про него не скажешь, что оно не было потеряно зря Судя по результатам Может быть Есть какие-то Побочные явления, которые мешают Конечно Об этом не думать нельзя Наталья Дубинская С пониманием И интересом Практически даже любовью Смотрит на свою ученицу А тут как такая Почти чудная Маша А Виктор Николаевич Кудрявцев Делает вид, что Он не с ними Уже Он уже В другой ученице находится Которая готовится к выходу на лед С Оксаной Гозевой Первая цена Четыре 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 Две Четыре Пять Четыре Пять Четыре Одна Четыре Елена Наумова Уступает Ангелине Туренко Выступавшей только что Таким образом Питерская Спортсменка Туренко Занимает пятое место сейчас А Наумова Шестое Одна Отодвигая Басову на седьмую позицию Четыре Семь Четыре Семь Пять Ноль Разница почти В бал Между оценками за Прыжки и за исполнительское мастерство Да Можно было Занять и место повыше Если бы Прыжки здесь удались Оксана Гозева КОНЕЦ 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 Оксана Гозева Возле бортика ее встречает ее персональный тренер Ольга Маркова Которая вместе с Виктором Николаевичем Кудряцевым И с Натальей Дубинской все вместе работают на стадионе «Москвич» Хореография Анны Капрановой Это был Луц по идее москвич и особенно После того, как мы посмотрели в прямом эфире соревнования танцоров в обязательном танце, конечно, трудно наблюдать за теми мучениями, которые переживают одиночницы со всеми этими падениями, страданиями, которые выпадают на долю тех, кто прыгает, вынужден рисковать в каждом своем движении. Кстати, поговорив с главным тренером коллектива по синхронному фигурному катанию, команда Paradis выяснил, что сейчас по новым правилам в синхронном фигурном катании тоже разрешили прыгать. Прыжки в полтора оборота теперь разрешаются, но только в половине участниц группы. То есть 9 из 20 могут исполнять прыжки. Интересно, к чему это приведет. Рано или поздно этот вид спорта превратится в нечто высокотехнологичное. Вопрос только, когда это произойдет и что же это будет на самом деле. Совсем неинтересные места для Оксаны Гозевой приготовили судьи. Это 9, 10, 7, 8. Ну, в общей сложности получается 9, вслед за Дорониной и перед Житковой. Да, аутсайдерами по-прежнему остаются Житкова и Гербольд. А у нас последние участницы этой разминки на льду. Лилия Бектагирова. Еще одна спортсменка из Центрального спортивного клуба армии. На разминке у Лилии, по-моему, ни один прыжок не получился. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ее тренер Светлана Соколовская Очень громко кричала возле бортика Давай, 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 не останавливайся Вперед, вперед, делай, делай И, конечно, зарядила Лилию Как до выступления, так и во время самого выступления Субтитры создавал DimaTorzok Флип, который как раз не получался на разминке Ни в какую Был исполнен в последнюю очередь И, как я уже сказал, это был флип Ну, вот, все-таки К уровне Лилии Бектагировой Той, какая она есть Пока То есть не самый шикарный Но для себя она его Сделала Переступила Какой-то, может быть, даже психологический порог Приятные аплодисменты Обратите внимание Практически овация Да, хорошее выступление здесь умеют Ценить Впереди Разминка В которой будет выступать Екатерина Слуцкая Екатерина Васильева Кристина Обласова Валерия Воробьева Но перед этим еще будет заливка льда В заливке льда предполагается интервью Если никаких отмен не будет Со стороны интервьюируемых То поболтаем В эфире Ну что ж Судьи Не скажу, что вверх единодушие проявляют Но Большинство судей все-таки ставят Лилию Бектагирова на второе место Перед Найденовой Перед Кропотиной Перед Гершкович Туренко Наумовой Басовой И так далее То есть прямо вплотную К Елене Соколовой Да, после некоторых выступлений Все-таки остается Ощущение, что кто-то хорошо поработал Итак На данный момент На первом месте Елена Соколова С самой главной ошибкой в своей программе Это двойным лутцем вместо тройного Далее Лилия Бектагирова Которая сделала Весь свой набор тройных прыжков Не испугалась Не постеснялась И получила Хорошие оценки Далее Водоронина Гозева Жуткова Гербольд Ну а мы поговорим Пока с лидером Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok